Желающих пройти повышение квалификации на заводе оказалось немало. На сегодняшний день сформировано несколько групп. Курс состоит из шести занятий, сегодня третье. Обучение проводится с целью научить мастеров правильно руководить подчиненными, строить план работы и многому другому. Затрагиваем моменты, которые непосредственно в нашем предприятии, то есть все процессы, которые происходят здесь. Не придумываем какие-то там извне, есть, конечно, всякие примеры, но непосредственно наше предприятие, наше цеха, то есть как у нас все это происходит, то есть люди говорят про свои проблемы и все такое. Настоящий мастер должен всегда найти выход из любой ситуации, даже если на первый взгляд она кажется нерешаемой, говорит автор и бизнес-тренер проекта. Этому они и учат своих студентов, и зачастую обучение дает положительные результаты. Наталья Чернинок даже привела в пример одного из мастеров предприятия. У него была ситуация, буквально первые две встречи нерешаемые, что нет специалистов определенной квалификации. Вот их нет, их нет просто на рынке труда. Их когда-то перестали готовить, те, которые работали, доработали, и все, их нет. И как бы ищи, не ищи, и вот. И первые несколько раз у нас на этом и заканчивался разговор, что этих людей нет. Говорят, ну задачу-то нужно решать. И вот, наконец, на третий раз пришел с тем, что он уже вот таким образом начал решать, что он пошел в школу искать уже там талантливых пацанов, которых можно было бы направить достаточно быстро потом, там, год или сколько там в ПТУ учат, выучить на эту специальность и взять уже человека готового, заинтересованного, понимающего со способностями к этой деятельности и целенаправленно обученного, который уже знает, куда что он идет. Подобные проекты – один из способов повысить грамотность специалистов, а значит, улучшить эффективность производства, считают руководители.